С первыми лучами солнца под пение птиц просыпается новый день, а вместе с ним начинается программа «Утро Хакайси» на РТС. Я, Ольга Семенова, доброе утро! Вторник, 9 апреля, сегодня, кстати, до лета долгожданного осталось всего лишь 53 дня. А пока же давайте заглянем в календарь. На праздники этот день скуп, а вот в истории отметился. Например, ровно 320 лет назад Петр I провел, как сейчас бы сказали, мусорную реформу. Император издал указ о наблюдении чистоты и о наказании за выбрасывание ссору и всякого помету на улице и переулке. Хотя профессия дворника в Российской империи появилась немногим ранее, благодаря царю Алексею Михайловичу, прозванному «Тишайшим». Еще в этот день, в 1989 году, изобретатель компьютерной мыши получил премию в 10 тысяч долларов за создание этого маленького, но очень нужного устройства. Кстати, вплоть до середины 80-х мышб не предназначалась для общего пользования. В народном календаре Матрона наставится. Люди примечали, что к Матроне реки вздуваются и поднимаются. Считалось, что к этому времени лет на водоемах становится совсем ненадежным. А в прошедшее воскресенье весь православный мир праздновал Благовещение Пресвятой Богородицы. В честь этого события свои двери для прихожан впервые распахнул новый Абаканский Благовещенский храм. Ровно пять лет назад в районе МПС начали возводить Благовещенский храм. Он посвящен одному из ключевых евангельских событий, когда Архангел Гавриил сообщил Деве Марии о рождении Иисуса Христа. Вот и первую службу в новом храме провели в праздник Благовещения. Этого события местные прихожане ждали с нетерпением. В МПС у нас нет такого еще храма, тем более такой красивый. Рады все, очень рады. Я прихожанин Московской святитель церкви. Я рад, конечно, что у нас в МПС Санта здесь живет. Совершить крестный ход и помолиться в Благовещенском храме собрались сотни верующих. Праздничную службу совершил архиепископ Абаканский Хакасский Иоаннафан. Я очень рад, что это удалось. И мы вместе собрались сегодня и первую такую службу, малую, может быть скромную, но очень радостную совершили. Долгожданную церковь верующие строят всем миром. В прошлом году был пройден самый ответственный и трудоемкий этап – установка уникальных куполов, созданных по старинной технологии объемной облицовки. Впрочем, работы предстоит еще немало, признают специалисты. Пол покроют белым сиянским мрамором, крыльцо и цокольную часть оденут в гранит, а фасад над входом в храм покроют цветной мозаикой. Церковь у нас получается уникальная. Она компактная, но, с другой стороны, очень вместимая, потому что свод главного помещения храма монолитный, то есть без колонн. И поэтому в храм помещается очень большое количество прихожан. Погода дарует сегодня Хакасии тепло и солнце. По всей республике небо ясное. Прибавился градус и в дневное время. С наступлением темноты, увы, пока остаются отрицательные значения. Радует хотя бы то, что в регионе нет осадков в виде снега. Сила ветра незначительное, направление юго-восточное. Долгота светового дня 13 часов 34 минуты. А теперь в подробности. В Усть-Абакане и Черногорске чистое небо, осадков нет. Температура днем плюс 10, ночью всего минус 2. Легкий юго-восточный ветер, утром дымка. В Сорске светлое время плюс 6, после полуночи 4 мороза, переменная облачность. Слабый ветер с порывами. В Саиногорске дневной градус плюс 7, а в сумерках минус 2, ясная погода. Утром небольшой туман, тихий восточный ветер. В Берии чистое небо, без осадков, а днем плюс 6, ночью минус 2, почти безветрие. В Белом Яре в светлое время 10 тепла, после заката минус 3, осадков нет, солнечно. Легкий ветер. В Аскизе, как и везде, лучезарно, без осадков. Дневной градус плюс 7, ночной минус 1, легкий ветер. В Баграде в обеденные часы плюс 5, в сумерках минус 5. Облачно с прояснениями, ветер слабый, но с порывами. В Шира во время светового дня плюс 9, ночью 4 мороза. Слабый ветер, переменная облачность. В Абазе малооблачно, осадков нет. В течение светлого времени плюс 9, ночью всего лишь минус 1 штиль. В Таштыпе на небе легкие облака, снега нет. Днем плюс 8, а ночью минус 3. Тихий северо-восточный ветер. В Копьево без снежья, переменная облачность. В светлое время воздух прогреется до плюс 8, в сумерках градус упадет до минус 5. Легкий ветер с юга. В столице республики ясная погода, без осадков. Дневная температура плюс 10, ночные часы минус 3. Легкий ветер с юга-востока. Комфортная влажность, атмосферное давление высокое. Магнитное поле спокойное, растущая луна. Наступивший апрель все больше приближает нас к жаркому летнему зною, при этом практически не оставляя времени на то, чтобы привести в порядок фигуру. Ведь что эти два месяца? Катастрофическое ничто. Зная об этом, Всемирная организация здравоохранения провела масштабные исследования и нашла лучшую из диет, по их мнению, конечно же. Изучили более 40 популярных диет во всем мире. Главное, на что опиралась международная группа специалистов, действительно ли диета помогает снизить вес, как она влияет на сердечно-сосудистую и эндокринную системы, но и доступность продуктов тоже учли. В итоге, самое лучшее эксперты ВОЗ назвали Средиземноморскую. В ее основе множество клетчатки. Важный плюс – полностью отказываться от обычной пищи не придется. Нужно лишь исключить жареное, жирные сыры, а вместо подсолнечного использовать оливковое масло. Есть больше рыбы, свежих овощей, хлеб только цельнозерновой. Такой набор исследователи назвали более сбалансированным, что для последователей философии здорового образа жизни крайне важно. Составляя для себя меню, особо тщательно подходите к его наполнению. Изучите продукты вдоль и поперек, а мы вам поможем. Вот сейчас, например, про апельсины интересные факты расскажем. Апельсин продлевает молодость. Такие свойства связаны благодаря содержанию биологически активного соединения. Нарегинин. Это вещество является антиоксидантом и обладает противовоспалительным действием. Помогает нейтрализовать негативные воздействия свободных радикалов в организме. Считается, что регулярное употребление апельсинов помогает разгладить кожу и нейтрализовать другие проявления старения. Ведь раньше апельсины называли плодами богов. Именно эти фрукты, золотые яблоки, украл геркулес у гисперид. Комбинация минимального содержания жиров и большого количества клетчатки делает апельсин замечательным продуктом для похудения. Наличие тиамина, ниацина, витамина В6, магния, меди и других важных веществ для организма обеспечивает всестороннюю поддержку при соблюдении диеты. Отвар сушеной апельсиновой цедры повышает метаболизм и ускоряет расщепление жиров. Правда, адекватный уровень физической активности для эффективного похудения при этом еще никто не отменял. В цедре содержится петин натуральное пищевое волокно, которое полезно для желудка и поддерживает нужный уровень сахара в крови. Если съесть апельсин с кожурой, то вы увеличите употребление витамина С в 20 раз по сравнению со стаканом соков. Большое количество калия и кальция хорошо воздействует на частоту сердечных сокращений и здоровье сердечной мышцы. А наличие флавоноидов и антиоксидантов альфа и бета-каротина делает тот полезным для зрения. Апельсины покорили мир. В каждой стране для них нашли интересное применение. В Афганистане апельсины обычно используют в качестве приправы. Из них выжимают сок прямо в жареные блюда. Считается, что это помогает быстрее переварить пищу. А на Ямайке с помощью апельсинов моют полы. Кстати, ими же моют и посуду. Сок хорошо очищает от жира и масла. В Калифорнии закон запрещает принимать ванну и есть апельсин одновременно. Это связано с тем, что смесь апельсиновой кислоты и ароматического масла может быть взрывоопасной. Лидером в производстве апельсинов является Бразилия. В год выращивают почти 18 миллионов тонн плодов. Испания впечатляет количеством деревьев. Их там произрастает свыше 35 миллионов. Любопытно, но существует более шести сотен сортов апельсинов. Кроме оранжевых и зеленых, есть еще и кровавые. Мора получили название из-за красного цвета мякоти. Такой цвет обусловлен наличием плодиепигментов, которые обычно не встречаются в цитрусовых. Мора выделяется среди других не только цветом, но и сладостью. Для увеличения продаж апельсинов маркетологи придумали супергероя. Этот персонаж комиксов – капитан Цитрус. Рыцари, балбесы и бывалые корабли, и машины, хоккейные ворота и военный билет. Думаете, это просто набор слов? Не тут-то было. Все это – уникальные костюмы участников популярного фестиваля «Грелкафест». Ежегодные любители снежного экстрима съезжаются в Кемеровскую область, чтобы совершить массовый спуск в карнавальных костюмах. Со всей России на этот раз набралось больше 700 спортсменов. Поразил организаторов и возраст самого молодого и почтенного участников. Спустился лыжник, которому исполнилось лишь один год и один месяц, а также 74-летний спортсмен. Оба они были в костюмах пиратов. Однако настоящей изюминкой стала вечерняя программа карнавала, и это видео лучше тысячи слов. Согласитесь, ярко и зрелищно. Но вот то, что будет происходить здесь, в Шерегеше, 13 апреля, лучше увидеть воочию. Особенно зрелище понравится мужчинам, ведь в этот день состоится рекордный спуск в купальниках. Число участников уже перевалило за полторы тысячи. Но жизни, да, не только развлечения. Серьезным новостям внимание тоже стоит уделить. И вот как раз сейчас дайджест актуальных событий. Сегодня глава Хакэсии проведет очередную встречу с жителями республики. На этот раз Валентин Коновалов отправится с рабочей поездкой в Орджиникидзовский район. Она пройдет в Копьево в местном доме культуры. В соцсетях председатель правительства написал, что берет с собой отряд министров. Диалог будет проходить в свободной форме. Каждый желающий сможет озвучить свой наполезший вопрос. Напомним, подобные встречи стали традиционными. Валентин Коновалов встречался с жителями Черногорска, Сорска и Устебаканского районов. В республике избрали нового главу Бейского района. Им стал выдвиженец от партии Коммуниста России Иннокентий Стрибков. За него проголосовало почти 65% избирателей, пришедших на участки. Его ближайший оппонент, самовыдвиженец Валерий Зайцев, набрал в половину меньше голосов. И чуть более 2% отдали голоса за представителя ЛДПР Степана Зубкова. Напомним, экс-глава района Юрий Курлаев сложился в полномочии, чтобы занять должность заместителя главы ХАКСИ. С середины апреля на мостах и биотуках Абакана снимут ограничения по скоростному режиму. Это касается движения по коммунальным мостам через реки Абакан и Ташибу. Напомним, с конца октября прошлого года на этих объектах скорость движения была ограничена до 40 км в час. В целях безопасности при гололёде, неблагоприятных метеоусловиях, а также сокращенного дневного времени суток. В ХАКСИ пытаются решить вопрос о долгожданном участии команды Саяны в главной лиге российского спорта «Хоккей с мячом». Это очередная попытка республиканских властей вывести наш клуб в Суперлигу. В этом сезоне Саяны в очередной раз доказали, что в своей группе они лучшие. В матчах плей-офф республиканская команда довольно с большим счётом сокрушила всех соперников и завоевала золотые медали. Особенный ребёнок – это не просто другая жизнь для мамы и папы. Это множество вопросов, на которые искать ответы можно бесконечно. Именно для таких родителей, а также педагогов, которые работают с детьми-инвалидами, в Абакане 13 апреля пройдёт республиканский форум. И сегодня у нас в гостях председатель общественной организации «Доброе сердце ХАКСИ», организатор форума и очень отважная мама Елена Духмина. Доброе утро, Лена. Доброе. Форум «Время равных возможностей» будет проходить не впервые уже. В этом году выбрали тему образования. Скажи, почему именно она? Неужели действительно это какая-то проблемная зона? Ну, тема там не совсем образования, тема социальная реабилитация в образовании. У нас идея какая форума? Донести родителям, что социализация, она не то, что важнее, она приоритетней. И в образовании можно, даже если вы в инклюзивной школе находитесь или в школе в специальном, вы можете получать достойный уровень социализации. Но еще одна из идей форума в том, что родители могут сами социализировать детей своих и как раз им показать. Мастер-классы или выступления будут как раз рассчитаны на то, что еще родитель должен обязательно включиться именно в социализацию своего ребенка. Не надо вешать все на школу, а, естественно, быть родителю активным и участвовать в реабилитационном процессе своего ребенка. Скажи, кто может принять участие? Самое главное, как это сделать? Ну, в этом году, во-первых, дислокацию мы поменяли место. Это ГЦК «Победа», центральная, центр города. То есть очень спокойно можно свободно доехать. Принять участие могут все желающие. Это, в первую очередь, родители. И специалистов. Мы расширили, мы даже добавили в название, что это специалисты будут. Значит, их 320. Мы заинтересованы, вот как родительское сообщество, я вот от лица родителей хочу сказать, в том, чтобы педагоги получали повышение квалификации, образовывались, постоянно самообразовывались, чтобы они умели работать с нашими детьми. И мы в этом им как раз хотим помочь. То есть это будет весь день, да, проходить? Это будет целый день до пяти часов. Будут работать консультационные пункты. Значит, первый это будет аппарат, уполномоченный по правам ребенка. Потом будет центр психолого-медико-педагогической комиссии. Это центр «Радость» республиканская. Это для тех родителей, которые видят, что у ребенка есть какие-то особенности, вот, но не знают, что с этим дальше делать. То есть, может быть, им надо будет комиссию официально проходить, может быть, посетить каких-то там врачей. Ну, то есть, вот как раз в этом плане. Также будем собирать вопросы, пожелания и претензии по доступной среде в республике. Я, конечно, понимаю, что эта тема изъезженная. Несколько уже было вариантов как-то пытались что-то изменить. Но это системная работа. Вот. И мы, наша общественная организация, очень хотим все-таки какую-то систему сделать. И как-то системно изменить ход вещей в республике. Может быть, в городе Абакане. Ну, то есть, можно как маленькими шагами к большим победам. Вот это такая история. Вот. Ну, и в двух секциях, особенностями нашей программы, это будет мое выступление, конкретно по техникам, технологиям социальной реабилитации в образовании. Вот. Еще у нас будет, тоже мне очень нравится, это способы профилактики психосоматических заболеваний. Будет Андрей Кедрин вести. Тоже очень полезно для родителей. Потому что родители в большинстве случаев зацикливаются на особенности ребенка и забывают, что он ребенок в принципе изначально. И это очень важно знать, помнить. И, ну, естественно, наши дети, они все немножко манипулируют. И, ну, и плюс еще психосоматика такая вещь, ее никто не отменял даже для вот особенных детей. Ну, мне кажется, тема интересна, на самом деле. Некоторые родители, наверное, будут разрываться между площадками. Ну, мы постарались сделать так. Они, значит, смотрите, особенность этого форума очень какая, очень правильная. Мы в этом году решили посмотреть на проблему с двух сторон, как на монетку. Вот с одной стороны педагоги, с другой стороны родители. И будут все те же темы, и будут и на площадке педагогов, и на площадке родителей, но под разными углами. То есть специалист будет рассказывать для педагогов с точки зрения, как для педагогов надо. Вот. А на площадке у родителей он тоже будет, и он будет рассказывать, как надо знать родителям. Ну, и отвечать на вопросы и там, и там, естественно. Лен, спасибо вам большое, что заглянули к нам этим утром. Желаем хорошего дня, успехов в такой общественной деятельности. Конечно, Сонечке большого здоровья желаем. Ну, в принципе, успешного дня, вторника. Спасибо большое. Ну, хотелось бы пригласить всех родителей, специалистов, которые еще думают приходить, и обязательно вам понравится. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня была председатель общественной организации «Доброе сердце Хакасии» Елена Духмина. У нас на очереди звездный прогноз. Не переключайтесь. Доброе сердце Хакасии Львы, не стоит сегодня никого критиковать, потому что ваши слова в перекрученном виде могут дойти не к тому, кому следует. Девы, сегодня всем может понадобиться ваше внимание, при этом вы сами будете хотеть побыть в одиночестве. Весы, на сегодня совет такой. Дышите ровно, и никто не выбьет почву из-под ваших ног. Скорпионы, подходящий день, чтобы совершить какую-нибудь маленькую глупость, которая доставит вам много радости и не вылезет боком. Стрельцы, вам стоит сегодня поиграть в психологическую игру. Найди что-то хорошее в каждом человеке. Козироги, сегодня тот день, когда можно рискнуть купить лотерейный билет. Водолеи, почтительно выслушайте все, что будет произнесено в ваш адрес, но не зацикливайтесь на этом. Рыбы, ваши оригинальные идеи сегодня могут воплотиться в жизнь, если отнестись к ним капельку серьезней. Рыбы, ваши оригинальные идеи. Инженеры придумали размещать авто под углом 30 градусов. За счет этого авторам проекта удалось припарковать на 24-местной площадке 40 автомобилей, то есть на 67% больше. Как видим, всеми процессами руководит автоматика. Водителю достаточно лишь оплатить стоянку, остальное дело техники. Думаю, и в Абакане уже пора брать на вооружение эту технологию, ведь город растет, а вместе с тем и число машин прибавляется. Напомню, вы смотрите «Утро Хакассии» и прямо сейчас подборка самых свежих автоновостей на сегодня. Большегрузом ограничат движение по дорогам Хакассии. Мера эта временная вводится с 9 апреля по 8 мая. В этот период грузовики с нагрузкой на ось более 5 тонн не смогут передвигаться по дорогам регионального и межмуниципального значения республики. Напомним, ограничение движения для тяжеловесов вводится ежегодно для сохранности дорог в весенний период, так как в это время несущая способность дорожного полотна снижается. На рынок России впервые могут выйти вьетнамские автомобили бренда «Винфаст». В базе Роспатента оказались обнародованные патентные изображения нескольких версий – седана и кроссовера. Их прототипы дебютировали в октябре прошлого года на автошоу в Париже. На данный момент известно, что кроссовер будет иметь двухлитровый двигатель V4 мощностью 231 лошадиную силу. Таким же оснастят и седан, только его мощность будет на четверть меньше. Когда новинка станет доступна отечественному покупателю, пока не сообщается. В Петербурге выставили на продажу одобренный Сталиным парадный пикап «Газ М1» 1939 года. Экспонат с редким шестицилиндровым двигателем был обнаружен в Новосибирске в не самом лучшем состоянии. Однако реставраторам Петербургского конструкторского бюро по архивным фотографиям удалось его восстановить. Сейчас раритет полностью исправен и на ходу. Новому владельцу он обойдется в ни много ни мало 7 миллионов рублей. Как тебе такое, Илон Маск? Российские кулибины опробовали автомобиль на электродрелевой тяге. Да-да, вы не ослышались. Новосибирские умельцы из проекта «Гараж 54» провели успешный тест-драйв электродрелемобиля. Прежде чем отправиться в город, были предприняты десятки попыток сдвинуть с места «Жигуленок». Чтобы привести его в движение, механики использовали то шуруповерт, то пневматический гайковерт и прочий электроинструмент. Как оказалось, далеко не каждой электромясорубке или пылесосу это под силу. Патентовать новый вид тяги умельцы не намерены, хотя такую возможность не исключают. И еще информация из автосферы. В распоряжение редакции новостей РТС попали эксклюзивные кадры оперативной съемки. На них запечатлен автоказус. Водитель наотрез отказывался выходить из машины. Казалось бы, рядовая ситуация. Инспекторы остановили машину, попросили предъявить документы. И тут началось. Мужчина ответил, что не покинет салон авто, да и полицейские, по его мнению, были не настоящими фальшивыми, как и их документы. Ты вообще адекватный, нет? Да, я адекватный. А вы? Нифига ты неадекватный. У тебя печать фальшивая в документе. Нет, не фальшивая у меня печать. Открой. Законный. Пост 50Р 51-511. Я же говорю, еще раз говорю. Переговоры длились больше 10 минут. Полицейским ничего не оставалось, кроме как принять радикальные меры. Водителя задержали на двое суток. Оказалось, что мужчина был абсолютно трезвым. Что заставило автолюбителя вести себя подобным образом, непонятно. Хотя на наших дорогах неадеквата, конечно, хватает. Весной все чаще в статистику ДТП попадают велосипедисты, которые перед выходом на велопрогулку совсем не обременяют себя изучением ПДД. А зря. И прямо сейчас программа «Утро Хакайси» попытается исправить ситуацию. Наталья Чудина напомнит правила безопасности. Двухколесный транспорт все больше набирает популярность среди россиян. Сейчас мы не только с удовольствием пользуемся им выходные, но и ездим на работу. Обязательно после зимнего простоя проверьте техническое состояние железного коня. Он должен иметь исправные тормоза, рулевое управление и звуковой сигнал. Не забудьте оборудовать его зеркалом заднего вида и, конечно, катафотами. Белым спереди, красным сзади, с каждой стороны оранжевыми. А перед первой поездкой не поленитесь. Откройте правила дорожного движения. Велосипедисты должны передвигаться и могут передвигаться по тротуарам. Но нужно отмечать, что тротуары предназначены для пешеходов и пешеходы на нем имеют преимущество. Велосипедисты должны придерживаться правой стороны. И, соответственно, должен быть исправный клаксон, чтобы предупредить пешеходов о приближении. А вот если вы передвигаетесь по спецполосе для велосипедистов или велосипедной дорожки, то преимущество на вашей стороне. В городе таких зон немного, видимо, поэтому пешеходы забывают, что это не их полоса, и даже тут нужно быть предельно осторожным. Еще одно правило, которое регулярно нарушается. При пересечении проезжей части по пешеходному переходу велосипедист обязан спешиться и перейти дорогу, ведя своего железного коня рядом. Велосипедисту, как участнику дорожного движения, в случае нарушения правил положен штраф в размере 800 рублей, если он является участником дорожного движения и, к примеру, переезжает пешеходный переход, а не переходит, как рекомендуется. То есть велосипедист, подъезжая к пешеходному переходу, должен спешиться и перейти по пешеходному переходу пешком. Если вам больше 14 лет, то уже разрешена езда по правому краю проезжей части в попутном направлении. Велосипедисты часто забывают, что они тоже должны пользоваться сигналами поворота. Если нет световых сигналов, то подаются сигналы руками. Подавать их нужно заранее и четко, чтобы тем транспортным средствам, которые двигаются позади него, было понятно, в какую сторону он поворачивает. Употребление алкоголя, даже если вы собираетесь сесть за руль велосипедом, недопустимо. Штраф от 1000 до 1500 рублей. Кстати, если вы при этом еще и автомобилист, то прав на управление автомобилем за нетрезвую велоезду вас не лишат. Не катайте на раме или багажнике пассажиров, за исключением детей до 7 лет, в специальном детском сидении. Юные велосипедисты – головная боль дорожных инспекторов. Обязательно поговорите со своим чадом о правилах дорожного движения. А лучше запишите их на курсы вождения велосипеда. Такие каждый год проводит автоинспекция. Помните, ошибки детей на дорогах дорого обойдутся их родителям. Во всех смыслах. И штрафы придется оплачивать, и лечение. Жители Омска поделились видео, снятым в парке 30-летия ВЛКСМ. На нем запечатлен детский паровоз, который катается под музыку «Рамштайн». Песня «Духаст», как видно, успокаивающе действует на малышей и оберегает их от прыжков по лужам. Комментаторы написали, к хорошей музыке надо привыкать с пеленок. Или вот, то самое чувство, когда тебе 29, но ты с удовольствием бы прокатился на паровозике под «Рамштайн». Вот уж точно. Впрочем, создавать видеосенсации умеют и в Хакасии. Прямо сейчас подборка наиболее популярных роликов из сети. Николай Спивак из Абакана снял с друзьями забавный ролик и выложил его в Инстаграм. Молодой человек пишет, приснится же такое. Ну а что, даже во сне себя в порядок к лету приводит. Иржан, Иржан, вставай, салам алейкум, вставай, на работу пора дышать. Результат – это упорная работа. Вот, например, как в Хакасии добиваются желаемого. Представляете, сколько раз нужно было проделать это снова и снова. А это милая девушка из соседнего Минусинска. Ну, покушать она, судя по видео, очень любит. И нашла аксему, как совместить приятное и полезное. И поела, и подписчиков своих повеселила. Вот у меня есть друг. Я вообще не понимаю. Ну типа, он сидел два месяца на ПП, и сейчас ему к еде вообще не тянет. Он не хочет кушать просто. Красноярцы накануне наблюдали над городом космическое тело. Мимо пролетел метеорит. А все соцсети запестрили фото и видео незваного гостя. Если вы стали свидетелями чего-то необычного и интересного, присылайте свои фото и видео в WhatsApp, Viber или Telegram по номеру, указанному на экране. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!